я приветствую вас друзья это канал веселый инженер канал про машиностроение и металлообработку а тема сегодняшнего видео урока класс точности подшипников а также рассмотрим на что же он влияет поехали и так что такое класс точности подшипника давайте разберемся с определением класс точности подшипников характеризуется точностью значений предельных отклонений размеров формы расположения поверхностей самого подшипника проще говоря качеством его изготовления и конкретно его элементов естественно чем выше но в данном случае в нашем случае чем ниже класс точности то есть по числовому значению тем выше его качество сейчас вам все станет принципе уже понятно и так классы точности подшипников в порядке повышение точности это специальное уточнение потому что здесь чем ниже цифра тем выше класс точности подшипников и так для шариковых и роликовых радиальных и шариковых радиально упорных подшипников классы точности 870 или нормальный класс точности 654 т2 далее далее у нас идет для упорных и упорно радиальных подшипников также 870 или нормальный 6542 следующее для роликовых конических подшипников 870 нормальный 6 x 6542 в принципе вот такие обозначения они входят в состав маркировки подшипников и позволяют понять какой же класс точности у того или нового подшипника а теперь давайте более детально разберемся по каждому из них итак о чем говорят же эти цифры класс точности смотрите есть старый класс точности он обозначался буквами сейчас обозначается цифрами ну давайте начнем 0 это нормально нормально он либо обозначается ноль но чаще всего наверно 80 процентов а может 90 процентов случаев он просто не пишется 6 повышенный класс точности особо повышенный промежуточный такого сейчас уже не существует не встречается на раньше он еще был пятерка высокий класс и здесь особо высокий промежуточный такой тоже был но сейчас его нет я считаю что скорее всего эти классы были какой-то был сортами подшипников которые нет не принадлежал ни к этому не к этому классу и он был такой вот средненький до 4 прецизионные ты особо прецизионные два сверх прецизионные вот эти вот 4 и точнее они применяются станка строение авиастроение да то есть там где требуется наибольшая точность и где в принципе погрешности допускаются минимальные а вот 065 используется как раз таки ваше настроение автомобилестроение и так далее поехали дальше влияние на предельную скорость вращения вот это достаточно интересно предельная часто вращения подшипников приведена справочниках соответствует классу точности 0 то есть если вы смотрите какой-то справочник и там указана максимальная частота вращения подшипника то это для подшипника который соответствует классу точности 0 класс точности 5 такого же подшипника позволяет повысить скорость шариковых радиальных радиальных упорных подшипников а также радиальных ролика подшипников с короткими цилиндрическими роликами в полтора раза то есть если справочнике написано определенная скорость и вы берете с точности 5 то будет в полтора раза выше класс точности 4 в два раза выше для радиально упорных подшипников с коническими роликами а также упорных шарикоподшипников с коническими роликами класс точности 5 позволяет повысить скорость в 1 1 раза а класс точности 4 в 1 и 2 раза вот такая вот получается тема вот смотрите справочники берете и с каждым непонижением класса скорость его вращения увеличивается соответственно за счет точности элементов из которых он изготовлен и так на что же влияет класс точности подшипников давайте разберемся предельная скорость вращения это мы с вами рассмотрели естественно чем точнее подшипник тем выше скорость он может развивать без потери своих так сказать технических характеристик и без снижения срока службы вибрация если подшипник наиболее точным то при высоких скоростях это особенно чувствуется вибрация минимальная если подшипник имеет низкую низкий класс точности то соответственно при вращении он издает вибрации конечно они не сильно ощущаются порой но все же бы они есть при увеличении скорости они увеличиваются шумовая характеристика зачастую невозможно получить определенную шумовую характеристику особенно если она у вас регламентирована к дм если использовать подшипники с низким классом точности то есть ниже 6 класса 8 7 я вообще не рассматриваю для машиностроения он не подходит частности для ответственных узлов а допустим 6 и 5 класс вполне приемлем для изготовления редукторов и ведущих мостов долговечность но долговечность подшипника влияет также класс точности но если вы используете подшипник точно с высоким классом точности но используйте его всегда на пределах его возможности то долговечность его будет в лучшем случае соответствовать который указано в каталоге то есть количество циклов да но также влияет очень сильную долговечность материал из которых изготавливают и в принципе поставщик потому что сейчас очень много фирм изготавливать подшипники не соответствующий классу точности который заявлен в каталоге стоимость естественно чем выше класс точности тем выше стоимость подшипника на этом все друзья подписывайтесь на канал ставьте лайки дизлайки смотрите мои видео дальше будем продолжать я думаю серию видео про подшипники поэтому ставьте колокольчик чтобы не пропускать пока пока